Филиал Кубанского государственного университета в Славянске-на-Кубани давно уже готовит учителей для образовательных учреждений нашего района. Очень важно, чтобы будущие педагоги на практике осваивали основы непростой профессии. И для этого используются самые разные формы. Студенты филиала Кубанского государственного университета в Славянске-на-Кубани впервые провели день самоуправления в 12-й школе. Необычным было как раз проведение этого мероприятия студентами, а не школьниками. Студенты выступали в роли учителей, а также директора и его заместителей. Для коллектива школы проведение этого неординарного мероприятия также стало испытанием на профессионализм. И опытные педагоги и руководство школы, конечно, волновались, чтобы все прошло так, как было задумано. Мне кажется, день удался. Ребята очень старались. Мы проходили, были на уроках, участвовали в уроках наши учителя, которые получили неплохие отзывы о проведении уроков. Дети, учащиеся в школе, не подвели студентов. Они постарались тоже поддержать эти начинания и молодых будущих учителей. Только уроками работа учителя не ограничивается. Есть еще немало того, что должны делать педагоги, и от этого зависит качество образования. Цель нашего мероприятия не только провести уроки, но и прожить жизнь учителя. То есть, что кроме урока у учителя есть еще методические объединения, где они в данном случае обмениваются своими методическими вопросами, методическими методами работы. И, естественно, один раз в четверть, как обязательный элемент педагогической работы, есть педсовет. И вот здесь студенты, подготовленные, естественно, они сегодня провели педсовет, где был директор, который является руководителем педсовета, где заучи, которые были докладчиками и вели определенную работу. Надо было видеть, с каким энтузиазмом и с какой уверенностью будущие учителя вели уроки как в начальных классах, так и у старших школьников. И пусть даже если им не хватало опыта, они восполняли это большим желанием выполнить намеченное на все сто. Советы школьных учителей, преподавателей вуза, общий дружелюбный настрой позволили студентам справиться с волнением и успешно провести занятия. Елизавета Прищепа давно уже решила связать свое будущее со школой. И ее радует, что все пока получается. Мне очень нравится эта профессия. Я считаю, что это действительно колоссальный какой-то шаг именно к будущему детей. Что касается сегодняшнего мероприятия, мне очень понравилось. Лично мой урок прошел достаточно успешно, достаточно на хорошем уровне. Дети отдавали отдачу. Когда будет любовь к детям, будет все. И ответственность, и желание, и стремление, и требовательность, и какие-то подходы, и новые методы, и вообще отдача детей в целом. После завершения заседания методических объединений был проведен педагогический совет школы на тему «Учитель или компьютер». Совет вела студентка Анастасия Челенко, которая выступала в роли директора школы. Закончилось мероприятие экскурсии в столовую, где студенты узнали об организации школьного питания. Там же они смогли пообедать. День самоуправления стал ярким событием в жизни студентов и 12-й школы. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Анастасия Челенко — это сильно inspir afinroph по отношению до визы.